привет у саммиго снова вы я и танки сегодня речь пойдет о танке type 92 я много сокрушался по поводу ветки китайцев в прошлых видео говорил что ветка абсолютно говной качать и не стоит ну вообще на удивление нашлись годные машины в этой ветке от 6 левела китаяз был вполне себе годен от type 92 это вообще наверное одна из лучших машин на своем левле внезапно оказалось и если только клановые бои и ротные бои будут реализованы для разных левелах да как-то интересно то есть можно будет участвовать на глобалке не только на топовой технике но и на какой-нибудь 7 6 тогда китайцев качать имеет смысл хотя бы до этих левелов потому что type 90 машина крайне годная на удивление она понравилась даже мне а мне вообще мало что нравится вкратце type 92 это как t80 только круче можно даже открыть картинки их малех посравнивать значит type держит второе место на уровне по дамагу по пробиваемости он вообще 1 динамика у него полностью как у т80 и еще склонение орудия что удивительно до китайцев меня вообще поражает я думаю что у всех китайцев пушка будет стоять только прямо но у предыдущего китайца у этого стволы внезапно стали опускаться на углы склонения орудия вот почему их не произношу потому что ну почему их не называю потому что у них честно говоря не очень понятно что есть написанного я вот не очень силен геометрии да но насколько я понимаю град градусы с пометкой минус это насколько ствол опускается вниз градусы с пометкой в плюс насколько ствол подымается вверх но это логично это можно найти на картинках в интернете если набрать углы склонения орудия что я в игре вижу минус 7 минус 35 видимо у т80 пушка вообще вверх не подымается она грустным хоботом висит куда-то вниз а у китайца она либо стоит прямо либо тоже вниз опускается то есть я не очень понимаю эти цифры поверьте на слово короче пушка у т-90 опускается на мой взгляд даже лучше чем у т-80 в общем а из себя т-90 представляет этакий т-80 только с броней вот именно таким был бы т-80 если бы у него была броня пробивается же этот китаец довольно сносно в не вне вне лист ну естественно в люк мехвода в этой игре вообще большинство танков этого левела пробиваются в какую-то часть нижнего листа и люк мехвода таким образом чем больше у вас люк мехвода тем больше ваша уязвимая зона куда снаряды заходит еще и скритом на манер т-80 этого китайца люк мехвода он такой выпирающий а это плохо вот так должен выглядеть люк мехвода в этой игре видите одни бинокли хрен сюда чего пробьешь вот на китаец к сожалению люк выпирающий но по опыту могу сказать что мало кто его выцеливает но во первых он со временем немножечко так прикрыт становится динамической брони которая конечно же ему не добавляет мне кажется защиты от бронебойки но все равно туда туда целится меньше чем нижний лист возможно потому что игроки еще не так часто видят этого китайца в своем прицеле со временем все к нему к нему привыкнут и будут его ушатывать то есть в живучести танк от этого потеряет да потому что к нему все привыкнут вот но пока он в принципе довольно сносно довольно годно бронирован несмотря вот на то что опять же этот китаец отличается от предыдущего китайца как примерно т-72 а от обычного да то есть на нем практически только появилась активная защита и больше вообще-то ничего но на самом деле машина как бы несмотря то есть на то что как и 72 машина была практически перенесена с 1 с 1 с одного блин уровня сука твою мать на другой все равно то есть в броне он не начал от этого отставать то есть как обычно то есть происходит допустим что но т-72 это один и тот же танк на пятом левеле у него броня там еще как-то нашли на шестом уже его пробивают намного легче прошла броня все та же про пробой у врагов как бы увеличился но это я так образные теоретические там то есть но есть танки да там леопардов линейка там такие танки короче говоря которые одна и та же машина на несколько левелов просто переапанная по-разному вот и китаец это одна из них нового на удивление он остался бронирован то есть он на удивление плохо пробивается до сих пор что странно вот надеюсь я донес свою мысль но птурами птурами конечно пробивается кто кто вообще в этой игре не обладая комплексом активной защиты не пробивается птурами в какую-нибудь точку g пробиваются все поэтому я про птуры даже обычно не заикаюсь то есть кого куда они пробивают в общем ладно давайте глянем чё как она будет в боях все-таки согласитесь странное чувство когда у китайцев на этом левеле танк почему-то лучше чем у нас это просто унижалите какое-то значит на этой карте со временем геймплей эволюциониру произошли перемены теперь нижний как-то нижнюю дорогу вот этого давить пытаться смысла нет стоят два-три защитника вот здесь на высоте и просто бьют по люкам на башнях тех кто высовывает свой наглый ствол надежде кинуть плюху но обороняться естественно в игре легче чем наступать плюс еще арта оттуда под накинуть может поэтому атаки низом стали на этой карте крайне бесперспективным занятием даже я туда ездить перестала я это делать очень любил вот пока это не стало мейнстримом вот а как только это стало мейнстримом это это направление атаки перекрыли в общем-то теперь она для нападения но практически непригодна только если вот прям собрать вот такое там группировку брони брони братьев там не знаю и вот броней продавить там толпой рашнуть тогда да будет выхлоп атак там наверху стоят и тэшки здесь стоит кто-нибудь с турами и просто вся его вся вот эта куча атакующих она будет в скором времени я уверен коптить это и без того серое небо создавая дымовую завесу который будет привык прикрывать наш западный фланг в общем то вот теперь на этой карте она становится менее интересная потому что один фланг атаки отваливается автоматом почему-то с того респа низом атаковать вообще не ходят не знаю почему там точно также можно рашнуть под гору и здесь встать почему-то не делают но нет там конечно немножко похуже но если встать с того респа вот здесь то вам сбоку накидывать не смогут а здесь накидывают сбоку опять таки моя любимая стрельба с аркадного прицела принесла мне 600 домашки не знаю за что я так люблю аркадный прицел потому что мне вообще нравится стрелять на ходу стрелять не выцеливая это так понтово это так выглядит это скилл ребята ну теперь вот смысл повыцеливать баки челленджера баки находится у него в сраке вот такая рифма чтобы проще запомнилась это некоторые до сих пор пока не знает где чего айф крышу хороша зашла но чтобы укладку будем бомбить нет нет не будем поворот башни слышите да такие звуки попаданий как будто бы пробили я все время бросают взгляд на панель полученного дамага его там нет удивительного танка броня есть я уже сказал что она у него есть но не стоит думать что это броня прям такая непробиваемая этот танк достаточно хорошо бронирован чтобы выдерживать какие-то дальние попадания их рикошетить но если вздумать и на нем давануть вас я думаю довольно быстро поставить на место потому что ну здоровье 2000 здоровья на этом уровне далеко не хит но это не челленджер со своими 2800 который только фары поджигается большему ничего толком и не сделаешь аккуратненько аккуратненько вот это да вот можно сказать что там второй линии то вторую линии с броней это намного лучше чем там вторую линии без нее поэтому это танк намного лучше чем т80 он просто блин 100 миллионов раз более живучи чем т80 и поэтому более 100 миллионов раз лучше чем т80 то есть такой же танк абсолютно такая же динамика размеры все такое же пушка такая же только есть броня но попробуйте теперь сказать что-то 80 годный танк такой нахер годный танк если есть танк годнее значит посмотрите мы не все-таки продавили но потому что они что-то видимо не хотели как-то его защищать не хотя как-то там пару человек поехала на защиту и все так ну что блин я хотел отсюда свинтить ее кинуть в объезд на вижу что сейчас и тэшка нашу арту будет забирать вот сейчас досадно про досадный промах за который меня никак не наказала и тэшка вот она увидела арту я хотел кинуться на перерез но увы не успел вот был бы этот танчик немножко подвижнее и он был бы имба но арта спасена мы счастлива вот что имейте ввиду без арту то не бросает без то на арте играл знает как это облом ну и теперь собственно грудью встречу один единственный нападающих челленджер просит помощи но и помочь ему уже не могу у него здоровье на одну плюху то есть один раз в его сторону чихнет часа бронс какой-нибудь и чилика не станет вместо этого я предлагаю придумать какое-то место придумать какое-то место встречи поадекватнее чтоб танковать от башни арта не хочет отъезжать дальше она хочет вот стоять прям за моей жопой чтобы засветиться и помереть видимо быстро и без боли ну вот я думаю что за этим трупом я могу неплохо наверное постоять или лучше нам даже за этим нет мне это больше нравится один раз я могу кинуть дым и сменить позицию в общем на но на помощь мне никто не бросается я смотрю всем как бы ну всем как бы пофигу ладно давайте поставим посмотрим что будет самому интересно фраг меня всего один медальку мне естественно уже не дадут но 4000 дамага на борту уже имеются можно спокойно сливаться я вот заметил за собой такую хрень что я набиваю в бою 2000 дамага дальше моя чакра расслабляется я такой ну ладно дело сделано можно можно отъехать интересно как как challenger тут материализовался и что он здесь один прицел командира разбит так ну вот и поможет подошли все понятно окей по-быстрому челенджера забрать я не смог арта почему-то не хочет челенджера забирать снова многострадальный прицел командира все начинается они они пошли ну вот одного уже одного уже снесло так что блин на фугас и переходить что ли я не знаю как чувствую челенджерам делать когда он там так стоит на выбору фугас мячу опа 300 абрамса так давайте 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 вот вот это вот он бля может мне в жопу поднакинуть очень неприятно вот арта было бы хорошо если вот именно челенджера снесла было бы просто изюмительно смотрите сколько рикошет вам еще на 300 в этом случае фугасами пользоваться вообще не возбраняется мне кажется то что но я нахожусь ниже поэтому мне довольно трудно было бы выцеливать я думаю люк мехвода этого абрамса но смотрите они они в смятении не знаю что делать они осыпают мою башню вон смотрите это местные декали попадания ведь вся башня от дрюка на этим как будто краска откололся и ничего китайца стоит все чувак ты мне надоел теперь можно немножко и в атаке поборзеть я думаю блять надо было надо было в люк прицелиться что-то совсем дерзко сейчас вообще что-то непонятное произошло но танк хедли он весь перекритованный смотрите у вообще ничего целого нет уже и механизмы заряжания и блять разряжание и вообще все все раздолбана раньше починиться ну вот ображка стал на гусеницу разрядился и и умер вот так вот да я в обороне не так много дамага накидалка хотелось бы конечно потому что ну челленджи довольно хитрожопа здесь слева зашел вот он очень мешал так бы может быть по накину больше но базу то дефил вдвоем с артой по моему ход такой довольно довольно неплохо получилось в общем то очень хочу сказать более 5 5 700 дамага так ну за боль за боль за боль мне дали одну единственную золотой медаль вообще знаете полно что похоже то что арта это такой новорожденный беззащитный олененок который на копытцах то нас твоих стоять не может трясется вот я эти три вражеских танка это волки короче они ушли его загрызть как бы сожрать а я такой один единственный защитника у меня в руке не знаю дрын какой-нибудь палкой вот как только волки свою морду высунут я его раз так фугасом в нос раз по морде я и они обратно я и я не дал им олененка сожрать и для тема вот значит а ну по дамагу по дамагу китайчик первый вот он сказать еще один китаец команде было он тоже в топе по дамагу я вам говорю что вот этот китаец он китайцы он ого-го какой китаец вот они кстати это 80 китайцы рядом стоять глянем все-таки какая по броне по броне по цифрам по цифрам 442 башня 416 корпус а понятно что все понятно цифры говорят сами за себя даже затылок башню китайцы такой покрепче чем у нашего борта посмотрите борт башни китайца 400 нашего 240 ёптить выкидыш но наш танк объективно должен весить намного намного меньше особенно вот в плане башни так понимаю непонятно почему блять они на одинаковой скорости ездят при этом но я какой раз уже не упущу возможности упомянуть того что на мой взгляд восьмидесятка должна ездить хотя бы быстрее кулюшни брони нету какая сушки у китайца жопа такая квадратная как у моей бывшей вот обрывается прям резко такое ощущение что он чуть ли не на базе в 40 делали не серьезно на гадать все квадратные жопы похожи на одну видимо думаю что дело в этом ну вот вот она квадратная жопа в 40 вот она по моему по моему китайцы украли жопу в 40 я думаю итальяшки на них должны в суд подать на ящики просто убрали ладно давайте еще будет зацениваем заметил такую вещь что в игре в боях уже и на седьмом левеле да как все время на четвертом потом на пятом становится все больше и тэшек и бтрx ракетами которые наносит неебийский урон и конечно же естественно не стоят в кустах то есть соотношение вот этих машин к танкам в боях сейчас ну где-то в двух боях из трех это примерно 50 на 50 процентов до 50 процентов танки 50 процентов кустарная хуйня всякая и эти люди просто нахуй у нещадно убивают нахер весь геймплей на самом деле тем что они весь бой стоят в кустах а стоять в кустах прицеливаться в зеленую зеленую зону до прицелом и жать на выстрел то намного проще чем танковать до ромбовать там как-то вертеться поэтому естественно выбор людей это более простой способ нагиба тем более что мы дамаг побольше пробивается там все попал попроще получше но и как только вот эта волна говна дойдет до 10 9 левелов 10 еще нету до восьмых и девятых вот и превратит и тамошний геймплей в тупое говнище собственно можно будет идти искать и группа интереснее потому что мир кустов это последнего что я хотел играть в группу в игре про современные танки но это просто невероятно научить арту кидать световые снаряды по позициям вражеской техники я не знаю я вижу единственный способ спасения от этой хуйни это также для артиллерии помечать места где произвела произвела выстрел не только вражеская арта но и вражеская самоходка не знаю точно также на карте делать метку чтобы арта туда либо световую кидала либо работала по этому месту но я не знаю насколько удобно после этого будет играть на это но мне в общем то как игроку на танках насрать я кустом я я от куста дрочеров быстро устаю мне это в танках не нравилось да вот к чему пришел геймплей картошки благодаря блять по тэшку тому что все стояли в кустах блять и ждали когда же приедет светляк и посветит как только врага высветили начинается блять ебаническая перестрелка до этого не происходит естественно ничего все стоят все ждут и здесь блять будет вот то же самое ток-ток с дымами и ракетами что праздничный так с фейерверками кажется у них что-то сломалось мой танкист настолько безграмотный что даже не полчать что мы его там снесли что показали кажется учет сломалась а может может нет хуй узнает вот так надо было озвучить я вообще туда в осадок выпал я думаю что этой игре немножко юмора вообще не помешало бы тут без него как-то сложновато так ну и самое время перейти на фугас потому что от челленджеров торчат только форточки они пробиваются чисто рандомно блять а это не а челленджер не ариета челленджер фугасом форточку не очень-то бьется так смотрю да значит старая добрая блять поджигание бака очень тоже интересными элемент перестрелки скажу я вам когда он загорится погаснет потом снова загорится этому чуваку в танке больше не гореть вот и команды конечно несмотря на то что у них три восьмых левела у нас всего два у них что-то по ходу по скилу дисбаланс какой-то явный пробитие но мне кажется что по заднице фугасом могли могло бы и как-то и и более зажигательно ударить даже он загорелся хотя бы сейчас на ходу вообще вообще душевно на 600 ему влепил это чудо что успел на бэшки переключиться но все теперь вот этой вот лавиной дальше но это типично у них команда которая засела в обороне как только они нарываются на команду которая толпой давит фланг то есть толпа начинает этих оборонщиков по одному выносить как бы это довольно типичная ситуация в последнее время часто такое складывается только обычная в команде сосущих потому что ну проклятие же ариета толк танкует жопой ничего необычного как бы в пве все сботы так делают или она типа рам будет так я не знаю но ответь да вот кто по мне уебашил естественно и тэшка потому что у этажки пробитие нормально она может куда интересно втащила но может и в нижний лист а может и верхний там уже даже хер поймешь а вот нижний лист 80 почему-то блять не пробился нихуя потому что хоть ты выебись элемент элемент рандома блять из игры никуда не денется не пропадет никогда ну просто вы можете блять объяснить мне научно какого хвоя 80 сейчас не пробился как его развернуло четко на гусле вообще прям прям подарок надо было ему еще в бантик на жопу навязать это карма чувак те суждено было помереть видимо плюху не получил первую получишь вторую неспроста в такую команду пихают это проклятие значит он много нагибал активировалась проклятие так визель все теперь теперь ловите этих шустреньких визель уехал все уехали попали это бтр в прошлом бою по мне неплохо рубилась но я учет не стал записывать там полкоманды шестерок вроде было что-то мне там не понравилось вот я я люблю лучше даже записать чтобы там у них как-то у врагов более превосходящий левел и в бою были там то есть зайти в тыл какой-нибудь там девяностому восьмерки там другой это всегда почетнее чем нагнуть толпу шестерок искать его танк то блять гнущий вообще вот хера к девяностому на 640 и он и он продолжает ехать на как правило я заметил что когда у врага по технике преимущество это значит что эта техника не очень скилованная большинстве своих случаев прямо скажем что скорее всего это раки по моему 90 только что стрелял по леопарду может он блин как каким-то магическим образом заточился я знал я знал что он там сука хуеньки каким-то магическим образом 90 видимо на скорострельность зародился заточился перезарядился гораздо раньше мне может мне показалось что он выстрелом не знаю но плюха пришла внезапная на 750 дамага конечно не сука я буду жить я буду здесь жить мегапупс хотел хотел нас ваша хорошо во время на карту на карту зыркнул блять посмотрел где это жаба ездит ловить 1 визеля это настолько уныло и упорутое занятие что я предлагаю взять базу не париться ну и нахрен этого мстителя неуловимого вот тут видно как танк подчеркался да но это не совсем те декали которые я имела это декали не пробитий вот они в игре есть а вот декали пробитий их нету о чем я вот искал в видосе про графику потому что нет декали пробития сколы где броня выдержала это все нормально это есть это и в картошке было довольно долгое время то есть это не то чего чего можно кого-то удивить так что-то кстати не посмотрел чё там накидал в общем третий бой я решил не писать потому что ну все понятно с этой машиной в двух словах это т-80 только с броней очень-очень годный танк на мой взгляд что кстати пока я играл экипаж выучил вторые перки получилось меня 06 разброса за 2 секунды танк прицеливается до за 2 секунды вот и как бы ну перезарядка 8 секунд это оно понятно кстати у т-80 даже одной ячейкой я смотрю меньше да инфа инфо ячейку не дали поэтому он более косой дольше целивается дольше прицеливается перезарядка такая же ну по дамагу естественно ну получше но я не скажу что вот прям что и наличие тридцатки лишние тридцатки сколько там на 40 дамага среднего больше что это прям дает ему какой-то там потрясающее возмещение за отсутствие брони короче в очередной раз хочу упомянуть что т-80 говно кончено я даже не смог китайца переплюнуть а китайцы очередь ну одна из самых годнейших наверное машин на своем левеле ну по среднему урона она у меня только абрамса умудрилась проиграть вот так что всем советую кому кто не гонится именно за топовые машины а хочет иметь машины какие-то разных левелах я думаю что китайца стоит прокачать и возможно что это первая машина которая имеет смысл даже сделать гвардейской и на ней что-то фармить сколько там кстати с гвардейский статус на ней стоит 2 700 ну да хуя честно говоря это стоит как премиум танк проще премиум танк купите на нем фармить но на премиум танке вы я думаю не будет столько за бой среднего дамага набивать не на одном как на этом потому что на 7 левел дамаг уже серьезный то есть если вы если вам не пофигу графа во ваших средних там средних повреждений забой да там же хотите чтобы она быстро-быстро росла то естественно там на каких-нибудь пятых там четвертых премиум танках ну это намного сложнее чем на семерках сделать вот но мне так кажется да то есть ну логично что чем больше человек играет на хай левел ах тем выше у него будет средний дамаг просто потому что по дамагу танка больше жизнью врага больше то есть ну нагнуть ты на пятерках можно просто тому по действительно нагнуть а здесь вот за три тысячи урона накидывать это общество обычный бой становится к этому виду так что на этом в общем то все чем-нибудь там жмите чем там пишите все такое а